Калоша Теперь об этих и других новостях более подробно в студии Джолдош Исаков. Здравствуйте! Этот день в правительстве прошел под знаком увольнений. Бакыт Шершимбиев, глава Госкомитета информационных технологий, ушел со своего поста. Он не первый раз возглавлял эту сферу в Кабмине. Глава ведомства, курирующего информационные технологии «Связь» не стал распространяться о причинах своего ухода. Представление об освобождении его от должности сегодня уже направлено президенту. Уволили замруководителя аппарата правительства Мурата Мукамбетова. Заявление об уходе он написал сам. Премьер-министр, как сообщается, его подписал. Официальная причина не сообщается. Однако, по некоторым данным, Мукамбетов покинул аппарат Кабмина на фоне скандала с Кейти Мобайл. Именно в его кабинете, как заявил глава ЗАО «Альфа Телеком» Аклбек Джамангулов, Иман Кадыр Рысали, свояк премьера и проводил свои совещания по Кейти Мобайл. Бизнес назвал министра сельского хозяйства худшим руководителем. Нурбек Мурашев получил от предпринимателей антипремию «Черная калоша». Худшим чиновник признан благодаря своим прогнозам по выращиванию картофеля. В этом году многие фермеры понесли серьезные убытки, послушав министра и посадив огромные запасы корнеплода. Сам министр с оценкой не согласен и считает, что нельзя судить о работе, опираясь на одно направление. Однако эксперты считают, что и в других секторах сельского хозяйства ситуация не лучше. Подробности в нашем следующем сюжете. «Черная калоша» как оценка работы чиновника. Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев стал худшим министром по итогам года по версии Национального делового клуба. Эту антинаграду вручают во второй раз. В прошлый раз звание худшего получил бывший замминистра экономики Тюменбаев. Было это два года назад. Тогда чиновника признали худшим за отказ помогать бизнесу в разработке налогового кодекса. Мурашев свою статуэтку получил за прогнозы по выращиванию картофеля. Гербека Маналиев – одна из жертв прогнозов Нурбека Мурашева. Говорит, посеять картофель решил, когда услышал, что Минсельхоз обещает наладить экспорт корнеплода в соседние страны. Купил дорогие семена и засеял 6 гектаров. Картофель вырос, но продавать его теперь некому. Я услышал, что Минсельхоз обещает продавать картошку на экспорт. Я поверил, а теперь я на грани банкротства. Я смог вырастить 120 тонн картошки, но от продажи не смог даже покрыть убытки. Теперь я вынужден искать место для хранения, а это тоже деньги, каждую неделю выкидывая испорченную картошку. Осталось еще 25 тонн, но не знаю, смогу ее продать или нет. И таких, как Мербек и Моналиев, в стране сотни. Есть и те, кто собрал урожаи по 500 тонн. И им теперь тоже некуда девать свой товар. Всю эту картошку фермеры теперь готовы отвезти в Минсельхоз и оставить гнить на пороге у Нурбека Мурашева. Из этого склада на свалку уже отправили более 200 тонн. А это по самым скромным подсчетам полтора миллиона убытков. Сам министр сельского хозяйства оценку предпринимателей считает необоснованной. В том, что пострадали бизнесмены, Минсельхоз не виноват, считает Мурашев. В срыве экспорта картофеля виноват едва ли не весь кабинет министров, уверен чиновник. Мы не очень расстроились с той оценкой, которую нам дали бизнесмены. У нас шесть направлений, по которым мы работаем, и нельзя давать оценку только по картошке. Поэтому это не объективная оценка. Что касается экспорта картошки, то тут в первую очередь нам должны создавать условия Министерства экономики и правительства. Я не считаю, что Минсельхоз виноват в том, что картошка не экспортируется. Эксперты говорят, чиновник лукавит. Задача министра сельского хозяйства – обеспечивать экспорт выращенной продукции. Проблемы в Кыргызстане сегодня есть и не только с картошкой. Ведомство должно понести ответственность за ущерб фермеров, говорят специалисты. Во-первых, кроме картофеля, он же нанес огромный ущерб и нашим фруктам. Яблони пропало. Много пропало и нашего рюка баткинского из-за отсутствия сбыта. Ведь задача министерства не только производит, хотя производством они не занимаются, производят сами фермеры, но хотя бы обеспечить условия для сбыта и экспорта сельхозпродукции. Мы очень много говорим, болтаем об этом экспорте, но он же уменьшается с каждым годом. Но в то же время пропадает где-то в целом по сельскому хозяйству 30% выращенной продукции в результате отсутствия переработки, транспортировки, хранения и сбыта продукции. Вот где его застула кавычка. 30% всей выращенной продукции в прошлом году пропало из-за отсутствия этих факторов. Кто виноват? Конечно, министерство хозяйства. Предприниматели говорят, что правительству необходимо присмотреться к работе не только Нурбека Мурашева. По итогам опроса бизнесменов, отрицательная оценка дана также главе таможенной службы Алмазу Онлбекову и главному налоговику Тенисбеку Абжапарову. Игорь Потанин, Урмат Мамбиталиев, НТС. Только бизнесы никакого сострадания. Таблетками, которые продавала болчинский врач УЗИ для вызывания выкидышей, еще вчера был завален столичный Ожский рынок. А сегодня, во время официальной проверки стихийных рядов, у торговцев лекарствами не нашли ни одной коробки этого китайского препарата. Известно об этой истории стало после расследования, подготовленного нашим журналистом Азиатом Джикшеевым. Уже сегодня Департамент лекарственных средств заявил, что данное лекарство в базе разрешенных не зарегистрировано. А значит, завезено в страну было незаконно. С поручения вице-премьера Алтынаем Урбековой по возможному использованию препарата начато расследование, как в отношении медика-узиста. На этом видео врач-узист Центра семейной медицины города Балакчи и Сокольской области. Медик, вместо того, чтобы просто расшифровать данные о состоянии плода и течении беременности, предлагала пациентке прервать ее. Девушку сначала узист уверяла, что беременность замершая, а после уговаривала избавиться от уже якобы мертвого ребенка. Причем медикаментозный аборт по настоянию врача должен был быть проведен только конкретными препаратами, которыми, собственно, сама узист и приторговывала. По 2,5 тысячи за пачку. В упаковке несколько таблеток. Надписи на коробке и блистерах в сплошной иероглифах. Как принимать, что в составе и какие могут быть побочные эффекты от употребления китайского лекарства, самостоятельно не узнать. Зато выдать подробную инструкцию по применению могут челнайки-фармацевты. Те, кто занимается продажей контрафактных медикаментов, не вошедших в реестр разрешенных в стране лекарств. Она не имела права его продавать. Лекарства либо в больнице выдают, если человек лежит в больнице, либо в аптеке продают. В другом месте невозможно, не имеет права никакой врач даже его продавать. Понимаете, это все незаконно, потому что это фармацевтическая деятельность, это лицензируемый вид деятельности. В аптеке тоже должны продаваться все лекарственные средства, которые зарегистрированы в Кыргызской республике. В приличной аптеке такого не купишь. Да и ценовая политика у черных фармацевтов такова, что легальные поставщики им не конкуренты. Этим-то и объясняется популярность препарата у Кыргызстана. Однако прервать нелегальный лекарственный оборот сегодня не под силу ни Департаменту лекарственного обеспечения, ни даже всему Министерству здравоохранения. И это несмотря на то, что фармацевтическая деятельность де-юры должна быть лицензирована. Просто наказаний за торговлю нелекальными товарами, как таковых, не предусмотрено. Юридические лица, которые заводят лекарственные средства, медицинские изделия на территории Кыргызской республики, которые через департамент проходят, они имеют лицензию. Без лицензии никак невозможно сюда завезти лекарственные средства. Мы же не пограничники, не таможенники. То, что заводят Кыргызская республика официально, через нас проходит. А мы проверяем тех субъектов, которые имеют лицензию на фарм-детель. В своей программе нашему коллеге Азиату Джекшееву удалось выяснить, что лекарство, которое балакчинский УЗИС настоятельно рекомендовала беременной пациентке, в свободной продаже на базарах Бишкека на Орском рынке. Под видом БАДов и средств для похудения на прилавках местных торговцев можно найти что угодно. От детских присыпок сомнительного производства до капсул, которыми лечат заболевания предстательной железы. Хозяева этих рынков разрешают им продавать. Я думаю, это все-таки вопрос к органам внутренних дел, к силовым структурам, почему вот это все позволено. В компетенцию Министерства здравоохранения, соответственно, Департамента лекарственного обеспечения, такие вопросы не входят, но всегда, когда рейды проводятся на рынках, наши инспектора всегда приглашены и участвуют в этих рейдах. Но вопрос не решается кардинально. Между тем, это не единственный случай, когда на прилавках столичных рынков можно заметить нелицензированные медикаменты. Разрекламированные китайские препараты от всех болезней пользуются большим спросом, нежели ассортимент легальных аптек. Департамент лекарственного обеспечения. Здесь должны работать, находиться квалифицированные кадры. Но возглавляет этот департамент, как мы знаем, человек экономической профессии, экономист, финансист. Я считаю, если не справляется департамент, то надо менять руководство. Зачем человек, зачем мучить вот так вот людей? Зачем департамент мучает вот так вот людей? Это, получается, возможно, даже не первый случай. К нам очень немного появляется обращение по контролю, по должному контролю лекарственных средств, который не исполняется. Для выяснения обстоятельств произошедшего в Балакчинском ЦСМ, поручением вице-премьер-министра создана рабочая группа. Наряду с правоохранителями, специалистам-медикам предстоит выяснить, на основании чего врач предлагала пациентке прервать беременность и почему занималась торговлей препаратами на рабочем месте. Не исключено, что пациенток, которые пропили купленный у этого врача препарат, было минимум с десяток. Те, кому она продавала лекарства, она фиксировала в журнал. И список был немаленький. Вот этот китайский препарат, скорее всего, не был зарегистрирован. Это тоже будет обследовать рабочая комиссия, которая создана по данному факту. И в этом случае, я думаю, это как минимум незаконное предпринимательство со стороны врача. И если она умышленно, видя, что ребенок живой и в целях своего незаконного предпринимательства ввела в заблуждение, то это преступление, это самое настоящее преступление. Я думаю, его правоохранительные органы будут квалифицировать в зависимости от результатов расследования. Между тем, уже сегодня, когда наша съемочная группа совместно со специалистами из Департамента лекарственных средств решила провести рейд среди базарных торговцев медикаментами, с прилавков продавцов все сомнительные упаковки пилюли таблеток были убраны. А некоторые и вовсе поспешили свернуть свою деятельность. Однако, как утверждают в ведомстве, такой сценарий происходит всегда, когда специалисты приходят с проверками. Стоит проверяющим скрыться за углом, как свою преступную деятельность черные фармацевты возобновляют снова. Сабина Дамаскина, Александр Симонов, НТС. Падение таких травм не вызывает. Правозащитники требуют переквалифицировать дело о гибели двухлетней девочки из Сузака в более тяжкую статью и начать расследование в отношении родственников, а именно бабушки, на попечении которой находилась она и ее сестренка. Ребенок поступил в больницу Джалалабада с множественными травмами. А 7 мая она находилась в состоянии комы, скончалась накануне днем, не приходя в сознание. По словам врачей, в голове ребенка образовалась гематома на фоне черепно-мозговой травмы. На теле были синяки. Мама ребенка на тот момент находилась на заработках в Москве. Отмечается, что супругом она в разводе. Двух дочерей, двухлетнюю погибшую и старшую пяти лет, оставила смачеха с тем, чтобы отправиться в Россию на заработки. В милиции Джалалабадской области подтвердили, что родительница уже написала заявление. Пока это дело проходит по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Обвинение никому не предъявили. Ноу-хау Минздрава неэффективно и несправедливо. Заявили снова врачи, выйдя на митинг перед Белым домом. Никакого повышения зарплаты, о котором твердят министры здравоохранения и правительства, нет. Установлены множественные индикаторы таковы, что их невозможно выполнить. В итоге получать они стали совсем мизер. Требуют отменить и так называемый смешанный прием, когда врач проводит лечение не только по своей специализации, но и должен оказывать медпомощь по другим направлениям. По словам медиков, те, кто прошли переобучение за указанные 8 месяцев, боятся вести прием пациентов. Двое взрослых мужчин решили нажиться на имуществе 83-летней пенсионерки. Ничего особенного награбить им не удалось, а хозяйку злоумышленники жестоко убили. Этот криминальный случай зарегистрирован в столице. По данным милиции, тело женщины было обнаружено в ее собственном доме. Пожилая домовладелица была связана, а на лице у нее была повязка. Специалисты после осмотра предварительно зафиксировали на теле убитой множественные следы побоев. Детали выявит экспертиза. Убийство произошло в столичном районе Рабочий городок. Следователи говорят, что женщина проживала одна. Однако у нее есть сын, который проживает в городе. Было ли что-то украдено, не установлено. В результате оперативно-следственных мероприятий милиционеры задержали двух подозреваемых 38 и 53 лет. При внешнем осмотре на теле женщины были выявлены следы побоев и признаки особо жестокой насильственной смерти. Данный факт был зарегистрирован в РПП УВД Ленинского района города Бишкек и начато досудебное производство по статье 130 убийства. В ходе розыска сотрудниками милиции были задержаны двое мужчин 1981 года рождения и 1965 года рождения. Согласно статье 98 УПК Кыргызской республики, задержанные подозреваемые лица были задержаны в ВВС ГУВД города Бишкек. Эту бабушку постоянно видел, здоровались с ней. Знаю, что у нее есть два сына. Один в России живет, один здесь. Есть невестка. С 6 по 16 число сыновья с ней были. Всей семьей во дворе постригали кусты. А 16 вечером ее убили. Мы узнали об этом на следующий день. Я был как раз в магазине. Вышел ее сын, позвал меня. Сказал, что руки его матери были связаны за спину тряпками какими-то. На окне были разбросаны инструменты. Оконный проем был сломан. Телефонные провода оборваны. Видимо, заходили не с дверей, а с другой стороны дома. Ущерб на 8 миллионов и дети без школы. Нарынское отделение ГКНБ задержало директора ОСУ «Авангардстрой», а также чиновника из управления капитальным строительством Нарынской области. Скандал происходит вокруг недостроенного учебного заведения в селе Актатыр. Еще в 2016 году объект должен был быть завершен. Однако из-за финансовых схем школу подрядчик так и не достроил. Пять лет назад по итогам тендера должностные лица УКС Нарынской области заключили договор с подрядчиком о возведении школы на 275 ученических мест за 67 миллионов сомов. Все деньги ОСУ «Авангардстрой» перечислены, а работы не идут, из-за чего детям приходится учиться в аварийном доме 1972 года постройки. При этом, отмечает в ГКНБ, если директора подрядной организации заключили под стражу на два месяца, то ответственного чиновника УКС Нарынский суд отпустил под домашний арест, несмотря на все доводы, приведенные следователями. Из-за того, что строительные работы на объекте не ведутся, она частично начала разрушаться. Из бюджета потрачено, напомним, более 67 миллионов сомов. Мошенничали в тюрьме. Бухгалтерши 31-й колонии в Молдавановке присвоили почти 2,5 миллиона сомов средств, выделенных на зарплату сотрудников тюрьмы. Об этом сообщили в ГСИН. Выявленный ущерб от действий двух сотрудниц расценивается как крупный. Оказалось, что подозреваемые присваивали части зарплаты сотрудников колонии. Половину присвоенных денег они восмистили. Бизнес по перевозке денег наличными сумму 812 530 долларов, которую пытались вывезти в Кыргызстан, пресекли узбекские службы. Управление СГБ по Ферганской области на автомагистрали Ташкента-Дежан задержало две машины, на которых деньги пытались переправить через границу. Пачки с долларами были спрятаны и в салоне, и в багажнике транспортных средств. Организаторы этой деятельности по незаконной перевозке валюты были задержаны. Бетонная блокада на границе с Узбекистаном. Цемент кыргызских производителей не пускают в соседнюю страну. Вот уже 10 дней предприниматели не могут вывезти товар на продажу. Более сотни грузовиков, груженных в общей сложности двумя тысячами тонн цемента, скапливаются у КПП «Досток». Эти партии предназначены для экспорта, а значит реализовать цементным заводом их на внутреннем рынке не позволяет закон. Официальных причин запрета ни погранслужба, ни Минэкономики, ни таможня не называют. Говорят, что уже обратились к послу соседней республики. Однако, как говорят сами предприниматели, такими категоричными действиями Узбекистан решил защитить своих производителей. Начиная с 10 мая США в Андижанскую область Узбекистана запретили ввоз кыргызстанского от цемента. С тех пор прошло 11 суток, но ситуация без изменений. В данный момент на контрольно-пропускном пункте «Досток» стоят 103 грузовика. Всего в них более 2000 тонн цемента. Водители не знают, как быть, ведь они уже оформили таможенные волокиты, и поэтому везти назад тоже закон не позволяет. Мы этот цемент не можем обратно на завод отвезти, так как он оформлен как товар на экспорт. Если эта партия попадет на местный рынок, то могут возбудить уголовное дело в отношении производителей. Об этом нас предупредили представители местных заводов. Мы просим представителей власти, посольства помочь решить эту проблему. Мы хотели вернуть цемент на заводы. Там, оказывается, нет места для хранения такого объема. Вот уже десятые сутки, каждый день утром приезжаем. Поздно ночью уезжаем. У нас был заказ в Россию. Мы должны были заехать и забрать груз. Мы и выбиваемся из графика. У нас у всех кредиты семьи. Нам всем тяжело. Теперь каждый день расходы лишние на стоянку, на такси. Со страхов по ежемесячно платим 50 долларов. Цемент держать в машине опасно. Если вдруг пойдет дождь, он пропадет. Кто будет за это отвечать? Мы, например, платить за этот груз не собираемся. У всех кредиты, и самые малые платят 20 тысяч сомов ежемесячно кредита. Если не собираются разрешать ввоз, так и сказали бы, чтобы мы не ждали зря, а уже уехали и думали, что делать с грузом. А если откроют ввоз, то пусть скажут дату. Мы бы пока занялись другими делами. Уже сроки погашения кредитов поджимают. Узбекская сторона не впускает грузовики из своего государства. По словам водителей, это говорит о том, что не в машинах дело, а в том, что в них цементе. Нас тоже вернули с таможни, не пропустили. Мы ночуем в машинах, не можем оставить ни сам транспорт, ни груз без присмотра. К тому же далеко каждый день ездить в Андижан и обратно. Лишние расходы, еще и жара. За каждый рейс зарабатывали по 100 долларов. Уже все потратили, пока здесь ждем. За стоянку тысячи сомов, за питание и на прочие расходы. В свою очередь, представители заводов уже пытались выяснить, в чем же причина запрета. Обращались в Министерство экономики и в посольство Кыргызстана в Узбекистане. Однако и там информации пока не владеют. Мы можем предполагать, что узбекистанские производители цемента, они, возможно, сейчас не могут хорошо продавать свой цемент. И, может быть, они обращались в какие-то государственные органы. Возможно, вот эта причина, а другой причины не может быть. Потому что качество очень высокое, очень хорошее качество цемента. То есть в целях защиты отечественной функции, да? Да, да, да. Скорее всего, так мы полагаем. Но в этом случае они должны были бы нам письменно дать разъяснение. Проблему с вывозом цемента сегодня обсуждали и на заседании парламентского комитета. Депутаты потребовали от главы Минэконома Олега Панкратова разобраться в ситуации. Тот сообщил, что переговоры идут как по каналам межведомственным, так и дипломатическим. И если переговоры не дадут результата, ответные меры будут обязательно приняты. Гульджан Алтмышпаева, Бигжан Токтасунов, НТС ОШ. Глава государства принял посла Саудовской Аравии Абдурахмана бин Саид бин Мухаммад Аль-Джуму. Они обсудили все проекты, которые реализуются в нашей стране при участии государства и бизнеса Саудовской Аравии. А также совместную работу по обеспечению регионов страны чистой питьевой водой, строительства новых больниц, школ и детских садов. Посол Абдурахман бин Саид бин Мухаммад Аль-Джума передал Сарунбай Джеймбекову приглашение от имени короля Саудовской Аравии Салбана бин Абдель Азиз Аль-Сауда принять участие в 14-м саммите Организации исламского сотрудничества, который пройдет 31 мая этого года в Мекке. Глава государства заверил посла о том, что непременно поучаствует в этом мероприятии. Избирательный залог для кандидатов в президенты увеличен до 2 миллионов сомов. Для политических партий, чтобы пройти в Джигурку-Кинеш, наоборот, снижен с 5 до 3 миллионов сомов. Комитет Джигурку-Кинеша в первом чтении рассмотрел сегодня изменения, предложенные в конституционные законы о выборах президента и депутатов Джигурку-Кинеша. Обсуждение прошло весьма активно, но, как отметили члены комитета, очень много в документе недоработок. Как следствие, вносимые на сегодня поправки парламентарии назвали скорее техническими. А вот пункт об ограничении граждан, желающих участвовать в выборах, но имеющих судимость, инициаторы законопроекта сегодня убрали. Охватить наибольшее количество избирателей, как внутри страны, так и тех, кто проживает за рубежом. Основная цель законопроекта в этом отметила вице-спикер парламента Аида Космальева. Сегодня документ в профильном комитете презентовала она. Разработан он был рабочей группой из порядка 25 человек. Для трудовых мигрантов следует открывать избирательные участки в консульствах, заявляют инициаторы. Ведь по официальным данным, около 1 миллиона кыргызстанцев, находящихся за пределами страны, не имеют возможности проголосовать. К примеру, на прошлых выборах в России приняли участие только 5000 кыргызстанцев из 18 тысяч зарегистрированных. В Сахалине, например, живут и работают тысячи кыргызстанцев, которые хотели бы принять участие в выборах. Консульство сможет им создать все необходимые условия. Вы узнавали, насколько это возможно. Например, по вашим же данным, в России в списках 18 тысяч. Пришли на выборы только 5000, и это при том, что там не консульство, а посольство. Что это за цифры? Только 5000? Поэтому мы во второй раз к вам и обращаемся. Если этот законопроект будет принят, то будут созданы условия, чтобы у трудовых мигрантов была возможность использовать электронные заявления. Тогда им не придется приезжать в Кыргызстан для того, чтобы заполнить форму-2. Во-вторых, количество участков будет увеличено. Айда Хамчебекова, почему в документах вы преподносите нам справку ЦИК? Центр избирком может только советовать вам, членам рабочей комиссии, и вы уже взвесив все за и против, должны преподнести депутатам окончательный вариант документа. А у вас заключение рабочий материал ЦИК. Пусть тогда ЦИК встанет на ваше место и будет инициатором документа. Это чей законопроект? Депутатов или ЦИК? Тогда давайте дадим ЦИКу возможность заниматься законотворческой деятельностью в таком случае. Потому что этот законопроект практически, так мягко говоря, узурпировали в власть в одних руках руководителя ЦИК. Консульский учет вы даете только на время выборов. По истечении месяца этот консульский учет, я вам процитирую, такая регистрация признается действительной до истечения одного месяца дня официального опубликования. И еще одна немаловажная норма. В зависимости от тяжести совершенного преступления, даже при наличии погашенной судимости, устанавливается срок, только по прошествии которого этот гражданин сможет баллотироваться в парламент. Так, если человек был признан виновным, то избираться он может только по истечении пяти лет с момента погашения судимости. Если преступление тяжкое, и срок погашения судимости соответственно больше. Кстати, ранее ввести ограничения имеющим судимость кандидатам предлагал и депутат от фракции республиката Джуркин Джебек Бокоев. Сегодня у нас по действующим законам, если этот судим хоть на один год, ты уже никогда в жизни не можешь стать милиционером, участковым инспектором или любым сотрудником правоохранительных органов. Но он может стать президентом, он может стать депутатом Джуркиншем, министром. Это нонсенс, поэтому я ввел аналогично норму. Но в его варианте разница в том, что ограничения должны быть введены пожизненно. Президентом или депутатом не может быть осужденный, если он даже погасил судимость. Человек, отсидевший, все равно будет связан с криминалитетом, уверен нардеп. Но документ им был отозван. При нынешней ситуации судебная система к такому еще не готова. Закон станет рычагом и может быть использован как инструмент против неугодного человека. Мой законопроект был зарислен в сентябре, в декабре был зарислен еще один законопроект. Там тоже есть такая же норма. Но сегодня вот законопроект рассматривается в первом чтении. Инициаторы сказали, что они тоже готовы снять норму по судимости. И что получается? Если это притворится в жизнь, то останется сегодняшняя норма. Останется сегодняшняя норма. А что касается этого документа, то сегодня члены комитета посчитали законопроект недоработанным. Депутаты не увидели в нем механизмов, которые бы конкретно определили, каким же будет порог для прохождения партий 9 или 7 процентов, и как внедрить систему электронного голосования. По последним данным, из 3 миллионов 200 активных избирателей, миллион 300 человек получили новые паспорта. Остальные, а это около 2 миллионов, кыргызстанцев не смогут воспользоваться электронными преимуществами. При этом неизвестно, сколько из них со старыми паспортами проживает сейчас в России. Если это и удастся узнать, то гарантию, что они приедут в Кыргызстан, чтобы заполнить форму 2, предоставляющую право проголосовать в России, никто не даст. Эльнура Бекпасарова, Ирлан Кемельбеков, НТС. Снизить штрафы для водителей предлагают в правительстве. Сегодня их ставки в зависимости от тяжести нарушения варьируются от 1000 до 5500 сомов. Еще более жесткие меры применяются за вождение в состоянии алкогольного пенения, превышение скоростного режима и автохулиганства. Нынешние штрафы предусмотрены новыми кодексами, вступившими в силу с 1 января этого года. При этом для нарушителей действует льгота. При оплате в течение недели 50% от суммы назначенного взыскания. Насколько штрафы могут быть снижены и должны в ближайшее время рассчитать специалисты. На сегодняшний день из более сотни тысяч штрафов оплачено почти половина на общую сумму 70 миллионов сомов. Проект «Безопасный город» начал работать в Бишкеке с 4 марта. Парковка в столице станет платной практически везде. Платить придется по разным тарифам, как за временную остановку, так и за посуточную стоянку. Мэрия уже внесла на рассмотрение горки Неша соответствующий проект постановления. Планируется создание реестра платных парковок и стоянок, находящихся на муниципальной земле. Столицу разделят на четыре зоны. Первая, ограниченная бульваром, молодой гвардией, улицами Фрунзе и Ибраимова-Баканбаева, а также вокруг рынков и торговых центров. 30 сомов за первый час и по 10 за последующие часы. То есть это самый центр города. Остальные зоны севернее и южнее от 20 сомов в час. Платными станут и все стоянки, заодно машина-место 50 сомов в сотке. Золотой голос, эталон дикторства. Тотского брали пример. Учитель, у которого учились говорить и работать. Скончался Евгений Гуськов. Ему было 50 лет. Известный журналист, саунд-актер, один из лучших дикторов кыргызского телевидения. Его голос звучал не только в новостях, телепередачах, но и в социальных роликах и фильмах. Евгений Гуськов, ученик легендарного диктора отечественного радио Валерия Равинского, начинал с гостелерадио, долгие годы работал в ТРК «Пирамида», а после и в нашем коллективе телерадиокомпании «НТС». Последние годы жизни страдал от болезни. У него выявили туберкулез. Однако в результате лечения практически полностью справился с недугом. Что стало причиной его скоропостижной кончины, пока неизвестно. Коллеги, зрители и служители выражают свои соболезнования. Его голос навсегда останется в памяти истории кыргызского телевидения и радио. Я в одиночество вхожу, дверь открываю, спешу зажечь тепло, излучающий фонарь. Поток его лучей спешит меня согреть и успокоить. Но знаю я один, как это тяжело. Мне тяжело, другому видно так же. Но тот другой, одиночество души моей, понять лишь только внешне сможет. Уйдет, останусь я опять один. И все сначала. Но видно, Бог предначертал мне этот путь. Смирюсь и буду жить. Лошадь собака, Сверчкова и портрет Бакунина кисти Николая Гея. Бесценные картины, созданные в конце 19 века, покидали музей Изога. Пора идти ва и вернулись в поврежденными. История с полотнами обрастает новыми подробностями. Как выяснилось, директор музея Юристан Бекшигаев брал эти работы для сканирования, когда не уточняется, и вернул их обратно в хранилище в 2014 году уже поврежденными. На сегодня Шигаев признает, что брал полотна, чтобы изучить признанный шедевр, а после сделать копию. При сканировании верхние слои изображения потрескались. По словам министра культуры Джаманкулова, по данному вопросу уже работает комиссия. Оба подлинника на месте в музее, их никто не крал. Сам Юристан Бекшигаев уже подал заявление об уволении и заверил, что полностью восстановит ущерб и вернет картине прежний вид. Я, Шигаев Юа, действительно брал с музея Свеличкова лошадь с собакой и портрет Бакунина для копии. Картины брал, признается в своей расписке Юристан Бекшигаев. Как художник хотел сделать копии, вот только сканирование на них сказалось не лучшим образом. А картины русских художников 19 века. Николай Свеличков, лошадь с собакой и Николай Ге, портрет Бакунина, были в хранилище музея изобразительных искусств имени Гопара Айтиева. Увидели повреждения на одном из полотен, как выяснилось, во время осмотра еще в апреле. Неделю назад об этом проинформировали и министры культуры. Сейчас этот случай расследует специальная комиссия, в которую входят художники, реставраторы, сотрудники министерства. Он был в праве, по крайней мере, такие процедуры существуют, когда мы картину возим в другие страны, на выставки и так далее. Даже начинается, например, сейчас электронные музеи начинаются, там, где мы полностью сканируем все произведения искусства и выставляем в электронном виде. То есть эти процедуры, в принципе, те процедуры, которые делаются, но с разрешением министерства и соблюдением определенных процедур, требований. Вот эти требования не были соблюдены. Пока художники и реставраторы недоступны для комментариев, как и сам Юристанбек Шигаев, который берет на себя всю ответственность и обещает сделать, как было. Исходя из его расписки, портрет Бакунина был по его просьбе реставрирован Талабеком Усубалиевым. А вот лошадь-собака обещает привести в надлежащий вид за свой счет, пригласив к работе коллег из Беларуси, Казахстана и Украины. Когда картину вынесли из музея, даже не знает тот человек, который был за нее в ответе. Вышеназванная картина была у директора. Когда и как она была изъята с постоянной экспозиции, она не знает. И была возвращена в хранилище в январе 2014 года. В таком ужасном состоянии перед приходом комиссии Министерства культуры, информации и туризма по проверке подлинности русского искусства. Искусствовед Гульчихрат Актасунова в начале 2000-х работала в музее изобразительных искусств. Вспоминает, что русский раздел постоянной экспозиции, в которой видное место, как раз занимает эти две работы классиков, состоит из нескольких десятков картин. Авторы не только русские художники, но и советские. Еще в прошлом веке их подарили в Фрунзенском музее изобразительных искусств из Третьяковки и Пушкинского музея. Это наследие такое, что оно должно очень бережно храниться. Мало того, даже хранясь и находясь на одном месте, время от времени осматриваться и как бы залечивать те. Потому что и песок, и воздух, и сквозняк, и сырость, влажность, особый режим, высокая температура, все сказывается. Картина то растягивается, то снова слагается. А ведь за такое неосторожное обращение могут и забрать эту коллекцию назад в Москву, считает искусствовед. В служебной записке на имя министра культуры хранительница описала то самое ужасное состояние. Выделенными, словно возмущающимися буквами, отмечено, что по всей поверхности, а речь идет о полотне Сверчкова, многочисленной, разной формы и направлений, в узкую полоску утраты красочного слоя до грунта, кое-где до холста. Особенно в левой части картины на изображении лошади, на голове собаки, над аркой двери. Разглядели до мелочей. Юристан Беяк Шакаев уже не является директором музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Сегодня написал заявление по собственному желанию, и министр культуры его принял. Обязанности директора возложили на его заместителя. Эксперты, художники и реставраторы уже в ближайшее время обещают вынести решение по этому инциденту. Они и скажут, насколько вы вправе, Юристан Беяк Шакаев, выносить два полотна из стен музея. Анастасия Соболева, Нурбек Апаров, НТС. А вот другая картина. Написанный на стене дома портрет великого Ченгиза Айтматова появился в микрорайоне Джал. Новенькое, впечатляющее. Труд мастеров уже ставшей известной группой художников ДОХА. Портрет поражает своими масштабами, так как его площадь составляет 420 квадратных метров. Лисозреть работу можно на торце многоэтажки на пересечении улиц Масалиева и Тын-Алиева. Это была последняя информация о выпуске. Еще раз отметим, что журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь вместе с нами. До свидания.